Теория заблуждений 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 В общем, именно военной и даже, может быть, точнее, военно-политической операции, которая была проведена, начиная с 24 октября по старому стилю и заканчивая 26 октября по старому стилю. Вот это вот дни, которые не потрясли, может быть, мир, но, во всяком случае, потрясли Россию и оказались действительно переломными для нашей истории, хотя современники подчас их таковыми не воспринимали, в отличие, может быть, даже от февральских событий того же 1917 года. А когда впервые у лидеров большевиков появилась идея, появился план хотя бы предварительный по штурму Зимнего дворца? Ну, предварительно подобного рода расчеты, наверное, строиться стали только в октябре 1917 года, потому что с весны 1917 года здесь речь шла вообще о взятии власти. А форма взятия власти, передача от временного правительства власти к советам, здесь, естественно, предполагалось то, что это будет не обязательно в форме штурма правительственного центра. Ленин ведь не исключал и мирный переход, когда временное правительство там каким-то образом само будет устранено от власти и перейдет власть к новому социалистическому уже советскому правительству, ответственному от советов. Как военный центр, может быть, вот именно в военном таком отношении Зимний дворец в 1917 году именно, начинает проявляться с весны. Ну, достаточно вспомнить хотя бы те же самые парады, которые давал генерал Корнилов, вот как части Петроградского военного округа, которые маршировали перед Зимним дворцом на Дворцовой площади. Затем, как центр, куда сходятся верные временному правительству силы, это период знаменитого июльского кризиса. И там они концентрируются для противодействия попыткам, как там представляется захвата, вооруженного захвата власти, июльский кризис временного правительства. И, наконец, осень 1917 года, когда уже вот события по тому самому долгожданному для большевиков переходу власти в руки советов происходят. Вот это Зимний дворец здесь волей исторической судьбы становится вот тем самым центром, оплотом старой власти, старого строя. Но об этом мы сегодня точно поговорим. Василий Жанович, временное правительство, образца октября 1917 года, кто в него входил, и что это были за люди? Я почему спрашиваю, да, потому что у нас в обществе временное правительство, это некая такая аморфная масса, куда входят абсолютно все. И многие считают, что Гучков с Меляковым были вот аж до октября 1917 года и были заключены в Петропавловскую крепость вместе со Штюрмером. Ну да. Нет, ну это, конечно, слишком такое сумбурное представление, скажем так. Четыре состава временного правительства, в данном случае третье, коалиционное правительство, которое появилось в результате корниловских дней знаменитых. Это сентябрь. Да, но не сразу, не сразу. Здесь нужно помнить, что после подавления так называемого мятежа Корнилова стал вопрос о формировании правительства уже из представителей социалистических партий. Поскольку, как говорили цензовые партии, прежде всего кадеты, конечно, они подразумевались как цензовые партии, либералы, они себя дискредитировали якобы сотрудничеством с Корниловым, и поэтому их власти пускать нельзя. Возникла идея однородного социалистического правительства. Это Савенков пролобировал? Нет, отнюдь не Савенков, потому что Савенков как раз тоже после Корниловских дней уже от этого исходит. Эта идея скорее компромиссная между ВЦИКом Советов, первого состава ВЦИК Советов, Всероссийский Центральный исполнительный комитет, который был избран еще первым съездом Совета Всероссийским в июне 1917 года. Здесь главные проводники этой идеи, вот те самые Гоцлибердан, которых часто объединяют, вот чуть ли что не одна фамилия. Да, да, да. Идею эту поддерживали Щиидзе и Церетели. Эта идея была близка, в общем, меньшевикам, эсерам больше их части, и Керенске от этой идеи тоже не отказывался, вот так, радикально. Здесь скорее были поиски компромиссов, можно ли от кадетов отказаться вообще, и если отказаться от кадетов, то кто их сможет заменить с точки зрения даже не столько популярности в народе, сколько просто может быть профессиональных качеств. Потому что среди кадетской партии, руководства ее было достаточно много людей, имевших опыт сотрудничества с общественностью, земских структурах работы, и в правительстве даже каких-то определенных правительственных структурах работали, ну не в высших, естественно, но в средних. Вот был такой вопрос. Или можно без них обойтись? Отсюда идут переговоры, в конце концов, все-таки приходят к выводу о необходимости создания коалиции, и вот третья коалиция, третий состав временного правительства, где члены кадетской партии были. Но параллельно с этим идет работа очень интенсивная по подготовке уже выборов учредительное собрание, и здесь как раз идет такая преобладающая точка зрения, что состав учредительного собрания, скорее всего, ну определенно будет левым. И будут, конечно, там преобладать СССР, и будут большевики, большевики не будут там стопроцентно преобладать, но в любом случае будут иметь достаточно сильную фракцию. Предтечей этого учредительного собрания становится демократическое совещание и Совет Республики, который формируется с демократического совещания. И вот это такая подушка своеобразная предпосылки к учредительному собранию, то есть опираясь на эту подушку, ложась на нее, условно говоря, временное правительство ощущает себя более или менее комфортно, потому что нет обвинений в том, что вот вы правите единолично, ни с кем не советуетесь. Керенский всегда может сказать, вот есть предпарламент, вот есть Совет Республики, вот есть у нас делегаты от различных организаций общественных. Да, он не обладает еще законодательной властью пока, но это уже вот предтеча, предтеча учредительного собрания, которого надо дождаться. А то, что, опять же, уже не было, например, сомнений в том, что, скорее всего, установится благодаря вот такому соотношению партийному левых сил в России республиканский строй, тоже не было, и у левых, во всяком случае, вот и у Керенского тоже, и хоть он самозванно, самочинно провозгласил республику 1 сентября 1917 года, но считал, что он имеет на это право, учитывая вот соотношение сил в России. И, конечно, недооценка большевиков. Почему, кстати, Василий Жанрович, почему недооценивали большевиков? Был же июль 1917 года. Вот именно, прецедент был очень яркий, очень яркий, показательный прецедент. Вообще, если говорить о большевистской позиции, здесь надо, наверное, ее отчислять от возвращения Ленина в апреле, от апрельских тезисов. Ленинская позиция совершенно четкая была, никакого доверия Временному правительству. Так он ее не скрывал. Да, но у Керенского после июльских событий, все почти в одно слово это отмечают, была уже такая убежденность, что контрреволюции слева, как он ее называл, опасаться не стоит. И даже если большевики попытаются каким-то образом власть захватить, то они будут разгромлены, разбиты, добиты окончательно. Он дискредитирует себя в глазах демократии, и ничего другого не останется, как просто уже расписаться в том, что вот эта контрреволюция слева, она не существует. И идет вот этот вот подавляющий вал демократии, который сам Керенский возглавляет. То есть для него, может быть, даже подсознательно казалось, что большевики даже выгоднее выступят так, попытаются захватить власть. Именно с точки зрения их самообличения, их полной политической дискредитации. И, конечно, гидрооценка степени недоверия правительству со стороны других общественных сил, прежде всего со стороны военных. После, опять же, корниловских дней Керенский считает, что чистка в армии, которая по его инициативе, в общем-то, проводится, уже почти достигла своих результатов. Если какие-то корниловцы там и есть, то они тоже большой опасности, угрозы не представляют. Военный министр Верховский, крайне лояльный по отношению к демократии человек, командующий Петроградским военным округом полковник Полковников, тоже, в общем-то, человек, который не чушь отнюдь революционной фразы. Достаточно вспомнить, например, его знаменитое присутствие при вручении красного флага знамени революционного путиловских рабочих Павловскому полку. Это за несколько дней буквально до октябрьских событий. И полковник Полковников фигурирует под этим знаменем под красным, под третьим интернационалом, так сказать, стоит, командующий округом. Но потом, вот что интересно, в эмиграции уже и первые даже годы после революции Керенский будет говорить, что это было неискренне, что его обманывали, что большевикам потакали. Конечно, Полковников обманывал его, потому что Полковник оказался скрытым корниловцем. Вот как получается. Но насколько это соответствует действительности, это сложно сказать. Полковник как раз скорее наоборот старался копировать военного министра, вот судя по воспоминаниям Верховского, ближе был к нему, чем к правым. Хотя в силу своей должности как начальник военного округа, естественно, он не мог не соприкасаться и с военными организациями, которые действительно могли бы оказать противодействие большевикам. Правильно я понимаю, что даже в эмиграции для Керенского все-таки врагом номер один оставались не большевики, которые совершили переворот в октябре 1917 года, а все те же самые корниловцы. Такое некое общное очень определение. Для него, к сожалению, очень долго была вот эта убежденность свойственна в том, что он разоблачил Корнилова, в том, что это действительно был заговор, то, что это была попытка захвата власти. Он, вопреки уже очевидным, может быть, даже фактам, настаивал в своих воспоминаниях на том, что это его политическое чутье не обманывает. И это, конечно, сыграло роковую роль, потому что ведь противодействие большевикам, противодействие вот той политической силе, которая опиралась все-таки на военные организации, опиралась на военные структуры, как бы над ними не иронизировать, как бы не считать Красную Гвардию какой-то пародией на армию, вот. Все равно это были вооруженные люди, это все равно была вооруженная сила какая-то. У Керенского вот на тот момент такой вооруженной силы, которая могла бы стопроцентно полностью быть ему преданной и верной, как Красногвардейца, не оказалась. Вот это его драма политическая, трагедия даже, может быть, которую он сам и не осознал до конца. Конечно, не случайно. И тут уж достаточно вспомнить как раз уже упомянутого сегодня Савенкова, потому что Савенков как раз более трезво смотрел на вещи и реально оценивая ситуацию, говорил, что после Корниловщины упущена возможность создания этого антибольшевистского блока, который потом все равно был создан в период гражданской войны. Он стал формироваться буквально в первые же дни, естественно. Ну, насчет Савенкова, может быть, как раз тут я бы не был столько сигаричен, он-то как раз довольно активно действовал. Достаточно вспомнить Союз защиты, Родины и Свободы. А вот Керенский выпадает полностью. То есть, здесь вообще вот его судьба первые недели после крушения власти его, она до сих пор покрыта мраком. После Гатчины, вот куда он пропал? Да, чуть ли есть такая точка зрения, вполне, наверное, тоже имеющая право, что он кочевал просто по России, разъезжал. То ли в Новочеркасске появился, но там, естественно, не нашел никакой поддержки. Потом в Москве появлялся, потом в конце концов оказался в Архангельске и через Архангельск уже уехал за границу. То есть, он в этот спектр политический антибольшевистского движения, достаточно демократического еще вот по своему составу, это еще не чисто белое движение, вот на рубеже 17-18-го годов, он уже не вписывался, его уже не принимали, ни в каком качестве. Ну, Керенский действительно бежал в женском платье или это просто очень красивый миф? Это не то, что даже очень красивый миф. Это совершенно, ну, я не знаю, на уровне какого-то, я бы сказал, не очень приличного анекдота. Ну, ты же до сих пор какую книгу не открой, какой фильм не посмотри, обязательно там профигурируют. Вот Керенский, надевающий женское платье, избегающий непонятно куда, правда. Ну, да. Мне сейчас трудно определить все-таки, откуда происходят корни вот этого анекдота политического. Скорее всего, это народное творчество, устное народное творчество, которое сразу вот сложилось после захвата власти и определило то, что раз Керенский сбежал, то, наверное, и его там, может быть, вот как бы это психологически наложился образ женского батальона, который его защищал, и вот у женщины за Керенского, может быть, вот эта ассоциация и появилась. Но женский батальон-то был, в общем, в армейской форме, в гимнастерках. В том-то и дело. Ну, а для того, чтобы уже и унизить окончательно политического противника, потому что нет ничего более унизительного для политического противника, чем какой-нибудь пошлый анекдот, рассказанный про него и подхваченный в массах, вот потом появляется как раз эта самая идея. Никуда он не прятался, никуда он не скрывался. История была, в общем, довольно такой, может быть, в чем-то занимательной, показательной. История не с его переодеваниями, а с автомобилями, на которых он уехал из Зимнего дворца. А переодевался реально он в матроса, но это было в Гатчине, это уже после как раз попытки неудачной. Ну, не только он переодевался, Деникин, в общем, тоже не в генеральской форме ехал в Ночерказ. Ну, и вот матросский бушлат с поднятым воротником, надвинутый на лоб без козырка и надетые автомобильные очки, вот они действительно его маскировали. Ему удалось вот в таком виде уйти из Гатчины, вот, а уж платья сестры Милосердия нет в этом, он не замечен был. Василий Жаннович, коли мы затронули с вами вот эти вот исторические мифы, анекдоты политические, это как угодно можно называть. Действительно Краснов под честное слово уходил, обещая никогда не сражаться с Красной Армией? Действительно уходил, но опять же, как это звучало? Это звучало так, что Краснов не должен выступать против трудового народа. Вот, а Краснов, понимая эту фразу, не ощущал, может быть, вот каких-то особых угрызений совести, если вообще, конечно, он считал, что понятие совесть вот в данном случае употребимо, он считал, что он не выступает против народа, потому что большевики это не народ, вот так. То есть фраза... Тем более не трудовой народ. Не трудовой народ. Вот казаки, да, это трудовой народ, а он их возглавляет, он от аманданских казаков, поэтому, что же здесь он, как он может, так сказать, нарушить это слово, да? Да, и вряд ли можно, опять же, определять это как некая юридическая обязанность, потому что подобного рода форма, обязанность не выступать против трудового народа, она была не только Краснову применима. Если мы вспомним события 1917 года, юнкера из Зимнего дворца уходят. То же самое, значит, вроде бы как с них берется честное слово, но то, чтобы они против трудового народа не выступали. В Москве та же самая ситуация, значит, отпускаются юнкера, там, ну, не все, конечно, но отпускается какая-то их часть, вот тоже под честное слово, что они не будут выступать против трудового народа. Есть некоторые потом на Дону, правда, оказались. Да, естественно, но если бы формулировка была поставлена, может быть, по-другому, то есть не выступать против товарища Ленина лично и Совнаркома, Совета народных комиссаров, то тогда бы, наверное, может быть, как-то было бы по-другому и звучал бы вердикт вот такой, обвинительный. А так трудовой народ, то есть понятие-то ведь разное, вкладывалось, определение разное. Ну, многие же, наверное, и себя тоже относили к трудовому народу. Конечно. Тем более, что 17-й год, если мы возьмем, там состав вот социальных защитников, условно говоря, защитников временного правительства, он очень, может быть, даже странным покажется. Вопреки, опять же, довольно распространенному в советское время мифу, что юнкера, хотя, опять же, юнкерами их классическими не назовешь, это школы прапорщиков, Раненбаумовская и Петербургская, которые защищали Зимний дворец, по своему социальному происхождению они не дворяне, не сынки помещичьи, как вот это называли в советское время. Да просто до сих пор очень многие пишут о том, что это дети графов, князей, высшее сословие. Нет, ни в коем случае. Как раз вот школа прапорщиков, она даже еще более демократична была по своему составу. Это солдаты с фронта, которые проходят ускоренный курс подготовки офицеров и обратно на фронт же и возвращаются для того, чтобы продолжать войну с Германией. Женский ударный батальон, там совершенно разночинский состав, абсолютно. Начиная там от простых крестьянских девушек с Украины и заканчивая там сельскими учительницами. Тут нет ни князей, ни графов. Уж если смотреть там, ну, более или менее аристократическое, хотя, конечно, и здесь его состав тоже изменился, Николаевское кавалерийское училище, оно в событиях вот как раз по обороне Зимнего дворца не участвует. А почему, кстати? Никоим образом. А здесь вообще вот достаточно интересная история с юнкерскими училищами, военными училищами Петрограда. Ну, с одной стороны, они все директивы получили о том, что надо выдвигаться. Это полковник постарался, наш полковников, директивы разослал, что они должны выдвигаться на дворцовую площадь, должны, значит, отправлять какие-то отдельные подразделения, роты, для защиты власти, для защиты законного правительства. Но реально попытку продвинуться к Зимнему дворцу выполнило только Владимирское училище. Да и то, они до Зимнего дворца не дошли, они продвинулись до Петроградского телеграфного агентства, что попытались его захватить, не получилось у них ничего. И вот эта вот небольшая часть юнкеров, она, ну, согласно вот такой вот имеющейся информации фактической, она была разоружена. Что не помешало буквально через несколько дней этим же юнкерским училищам, в первую очередь Владимирскому, Николаевскому инженерному, частично Николаевскому коллерийскому и Константиновскому отеллерийскому выступить против большевиков. Вот это тоже загадка, на которую Керенский давал ответ однозначный. Они не хотели защищать его власть, они не хотели защищать его правительство, его лично Керенского. Вот это он видит, как контрреволюцию справа, в отличие от большевиков. И как раз и показывает, что нечего было обращаться к этим юнкерам, которые тайно ждали, когда их свергнут, временное правительство свергнут, и тут же, через несколько дней, они к власти придут, но уже как сильная диктаторская власть, как национально ориентированная такая правая власть. И вот как раз это подтверждает, что они защищать его не пришли. С другой стороны, даже если бы и захотели, ну те же павловцы были блокированы отрядами Красной Гвардии, павловское училище. Другие училища. В общем, скорее всего, здесь была, наверное, такая выжидательная тактика. Причем, опять же, это не то, что вот они стали за большевиков, ни в коем случае. Это была тактика такая, что их подразделения придут позже, а вот те, кто как бы уже защищают Зимний дворец, школы прапорщиков, рота, опять же, далеко не весь женский батальон, а лишь его рота одна. Вот этого вроде бы количества достаточно для того, чтобы защищать. Казаки почему не пришли? С казаками вообще интересная история вышла. Казаки, по свидетельству от очевидцев, делегация казачьих полков, несколько офицеров, беседовали с Керенским и заявили, что они не должны быть заложниками ситуации, вот как это было в июле. То есть, иными словами, Керенский их подставил под огонь демонстрантов. Они подавили выступление большевиков в июле, но погибли. И насколько вот как бы та власть, которая установилась в результате июльского кризиса, соответствует их казачьим чаяниям, это еще очень большой вопрос. Но это уже другая история. Василий Жанович, ведь исторически так принято считать, что что такое штурм Зимнего дворца? Выстрелил линейный крейсер «Аврора». Потом стали говорить, что на самом деле «Аврора» не стреляла, потому что залп с крейсера «Аврора» снес бы вообще этот весь Зимний дворец, и там была бы одна воронка. В результате был выстрел или не был? Ну, был выстрел из носового орудия. Носовое орудие сделало сигналный выстрел к началу штурма Зимнего дворца. Затем это четко совершенно было договорено, условлено, что выстрел будет холостым, именно как сигнальный. Затем огонь как бы уже на поражение должны вести пушки Петропавловской крепости. Я сейчас точно не назову, но цифра колеблется в разных источниках, по-разному я смотрел. От 15 до 30 снарядов было пущено с Петропавловской крепости по Зимнему дворцу. Попало реально, вот что действительно нанесло ущерб, урон дворцу. Попали снаряды, направленные на третий этаж. Третий этаж Зимнего дворца, ну, самые яркие, конечно, и фотографии сохранились, и свидетельства, в общем-то, неоднократно упоминались. Это снаряд, попавший в кабинет Александра Третьего, который, кстати сказать, если я не ошибаюсь, до сих пор закрыт для посетителей. Кабинет Александра Третьего... Почти за сто лет не смогли отреставрировать. Нет, отреставрировать-то отреставрировать, я не знаю, там может быть другая какая-то причина, но, может быть, я ошибаюсь вот в этом. Но и почему именно третий этаж пошел под обстрел? Потому что на третьем этаже, как считали стрелявшие из Петропавловской крепости, располагались кабинеты правительства. И кабинет Керенского, в частности, который, значит, там библиотека Николая Второго, кабинет Александра Федоровны, вот там Александр Федорович, значит, и как бы между этими двумя помещениями перемещался периодически. Никто не знал из стрелявших, что Керенского уже нет в Зимнем дворце. Поэтому, как бы, обстрел шел вот с определенной целью здесь. Один снаряд был шестидюймовый, остальные трехдюймовые. Аврора стреляла у Авроры шестидюймовые пушки. Поэтому правильно, совершенно и логично появились опровержения в правде, после уже вот событий, после штурма, которые давали представители крейсера, они заявили, что да, вот залп, именно залп из шестидюймовых пушек способен стереть Зимний дворец с лица земли. Вот примерно так, в таком смысле. А то, что именно холостой выстрел, да, он произвел действительно эффект на тех, кто собрались на набережные, люди смотрели. Почему? Потому что яркое пламя вылетело из пушки, и стали думать, что вот это пламя как раз и является тем самым выстрелом, который... Тем самым залпом, который должен снести Зимний. Да, который должен снести Зимний, ни больше, ни меньше. Но это реакция штатских людей, которые там не очень хорошо разбираются в происходящем. Опять же, вот эпизод, когда обстрел ведется с Петропавловской крепости, в общем-то, под определенным риском, потому что, согласно тоже сохранившимся воспоминаниям, пушки стрелявшие, они не были достаточно хорошо технически подготовлены. Там существовала угроза разрыва стволов вообще у этих пушек. Но, тем не менее, все равно обстрел продолжался. Обстрел продолжался. Количество жертв именно от этого обстрела, я полагаю, вот, если они вообще и были, минимальное. Потому что весь третий этаж уже в этот момент был пустым. Министры перешли в Малахитовый зал, заседали, как только начался обстрел, сразу, значит, решили перейти на другую сторону, перешли в эту малую столовую, чтобы не создавалась угроза обстрела со стороны Петропавловской крепости. Потому что Малахитовый зал, он как раз под угрозой обстрела находится. Весь мир знает, видит и любит кадры, когда несутся восставшие матросы, восставшие солдаты, падают ворота в Зимнем дворце. Вообще, это все существовало в реале? Или это просто красиво показанное кино? Вот тут, на самом деле, я бы, наверное, так сказал, что здесь и есть доля истины. В чем именно? Все-таки штурмовали ворота. Я объясню сейчас. Значит, Дворцовая площадь. С точки зрения атаки лобовой, даже человеку, который не имеет, может быть, специального военного образования, такой проход по открытой, в общем-то, местности, чреват тем, что его элементарно застрелят. Ну, зона обстрела. Зона обстрела, конечно. Когда он там до мертвой зоны добежит, это уже 10 раз его убьют. Но, тем не менее, сразу после выстрела сигнального, опять же, сопоставляя воспоминания нескольких, тут трудно, наверное, на какие-то одни воспоминания опираться, чтобы сделать однозначный вывод, было так или нет. В общем, получается примерно следующая ситуация. От арки главного штаба начинается продвижение отрядов Красной Гвардии по Дворцовой площади. Причем продвигаются они медленно, перебежками. И юнки расстреляют из-за вот этих вот баррикад. Действительно, были выстрелы. Но выстрелы какие? Выстрелы, скорее, не на поражение, а на испуг. Предупредительные. Из пулеметов. То есть, показать, что вот если вы пойдете вперед, мы вас просто скосим пулеметным огнем. Красная Гвардия, вот максимально, значит, кто мог добежать этими перебежками, доползти там, я не знаю, по лужам Дворцовой площади, продвинулась до Александровского столпа. Дальше стало понятно, что вот еще несколько там шагов и все. И тут уже обстрел будет вестись на поражение. И уже никаких предупредительных выстрелов давать никто не будет. И вот, как говорится, смерть рядом. Тогда что делают? Разделяются на группы и начинают охватывать Зимний Дворец с флангов проходить. То есть, вот последний вот этот рубеж от Александровского столпа до импровизированных из этих самых поленец, дровяных баррикад. Здесь его уже нет. Его уже не проходят под огнем юнкеров. Начинают обтекать с флангов. Что делают в это время защитники этих баррикад? Они спокойно уходят, уже видя, что, в общем-то, здесь опасность лобовой атаки минует. Они уходят внутрь дворца. И вот там уже начинаются, внутри дворца уже начинаются столкновения со штурмовавшими. Причем они с разных сторон входят. Есть свидетельства о том, что матросы прошли через Эрмитаж. Вот, в Зимний Дворец проникли. Классическая, всем, я думаю, нужно это знать, обязательно лестница, по которой восставшие продвигались, это советская лестница, вернее, октябрьская лестница, какой-то ее называли. Это лестница не иорданская, не лестница, которая идет с центрального входа. Вот тут, конечно, Эйзенштейн фильм не нужно воспринимать как истинно в последней инстанции. Вот это, конечно, миф. То есть, штурм, который идет через главный вход, через парадный вход. Ну, а как еще должна была побеждать Великой Революции? Вот это именно как символ. Только как символ и не более чем. Продвижение через главные ворота не привело бы их к зданию временного правительства по той простой причине, что иорданская лестница, она как раз свела в лазарет. Вот в этом смысле более правдоподобен фильм, который, к сожалению, на мой взгляд, незаслуженно забыт. Красные колокола. Я видел рождение нового мира, Бондарчука. Бондарчук Сергей, режиссер, который снимал этот фильм, он как раз вспоминал, что его задачей было показать, что штурм не представлял какой-то вот этой стремительной атаки. А это было продвижение постепенное. И в частности, вот Бондарчук тоже отмечает эпизод с госпиталем. Солдаты тяжелораненые, которые находились как раз на втором этаже. И как раз вот с этой лестницы, с центрального входа, идет вход в лазарет. Они, по его сценарию, встречаются с штурмующими матросами, штурмующими красногвардейцами. И в это время идет операция. И вот, значит, красногвардейцы обходят. Тихо, тихо, нельзя. Тут у нас операция сейчас идет. То есть, вот вроде бы как такого рода случаи тоже были. И в то же время, что мы видим, например, в воспоминаниях Подвойского, что мы видим, например, в воспоминаниях Джона Рида, это уже проход через Дворцовую площадь напрямую. И уже, вот так сказать, здесь никакой угрозы обстрела не существует. Значит, скорее всего, это просто следующий поток, который уже не опасаясь того, что будет обстрелиться, по ним произведет. Пошел напрямую. Просто пошел напрямую. В том числе и корреспондент американский тоже как бы с этим потоком устремился. То есть, уже шли в это время столкновения с юнкерами внутри самого Димнего дворца. И поэтому, естественно, можно было сказать, что через Дворцовую площадь без опасений быть убитым можно будет пройти. Два важных вопроса. Действительно ли в реальности Антонов Овсеенко произнес фразу, которая здесь временная слазь кончилась в ваше время? Это первое. И второй очень устойчивый миф, который появился вот буквально последние 3-4 года о том, что поголовно все члены последнего временного правительства были расстреляны в Петропавловской крепости. Абсолютная ерунда. Значит, во-первых, что касается Антонова Овсеенко. Антонов Овсеенко здесь, конечно, рисковал. И рисковал жизнью, потому что он действительно шел в первых рядах. И это реальный факт. Он первый человек, который вошел в состав штурмующих в малую столовую и произвел арест временного правительства. Причем он их произвел, арест по описи. Он их описывал всех там пофамильно. По недвижимому что-то? 18 человек, да, посчитал. Причем несколько раз они проверяли, сколько там их. 18 вывели из Димина дворца, перекличку сделали, 18. Довели до Петропавловки, значит, 18. Вот чтобы никакого самосуда не было, чтобы никто там не убежал, может быть, по какой-то причине. Который тут временно и слазь, но это фраза Маяковского, естественно. Тут ее... Она просто уже приписана Антону Овсеенко. Да, нужно воспринимать с очень большой долей условности. Поэма Владимира Владимировича Маяковского замечательная, конечно, в поэтическом смысле. Вот. Очень характерная, но не отражает стопроцентно историческую действительность. Это понятно, это символ, а не учебник истории. А вот что касается судьбы арестованных, то тут интересно нужно отметить. Министров социалистов отпустили буквально на следующий день. Министров цензовых, министров кадетов еще в Петропавловской крепости держали. Потом, по сути, уже была такая идея, что этих цензовиков, именно цензовиков надо устроить над ними показательный процесс, расстрелять их там и так далее. Но вот оказавшись в Петропавловской крепости, никто из министров не был расстрелян, не был подвергнут какому-то самосуду. Вот это тоже факт, который нужно, естественно, знать и помнить. Достаточно почитать их биографии. В любом энциклопедическом словаре там нигде не будет сказано, что он погиб жертвой народного гнева во время штурма Зимнего дворца. Отнюдь нет. Здесь еще пока система, как бы, уничтожения политического противника, она пока еще не действовала, она пока не работала. Это все будет еще впереди. Просто вы знаете, что в обществе нашем, к огромному сожалению, живут и процветают исключительно конспирологические теории. К сожалению. Нынче при огромном потоке литературы, посвященном Николаю II, естественный интерес вызывает фигура штурмера, которого уже чуть ли не палками забили, не отправили на гильотину. Поэтому и возникает, естественно, тут же все временное правительство в полном составе. Аналогичное тоже, как и штурмер. Вообще первые жертвы, вот если смотреть такого партийно-политического террора, наверное, не ошибусь, именно вот из таких ярких известных политиков, это Шенгарев и Кокошкин, убитые в больнице Петропавловской клинике как раз, но это не после штурма Зимнего дворца, это уже позже. Просто уже кадеты стали восприниматься, кадетская партия стала восприниматься как действительно партия врагов народа и самосуд, который учинили над этими видными кадетами, известными юристами, в общем, он показательным тоже. Василий Жанович, Петроградский военный округ, казармы лейб гвардейских полков. В общем, в городе достаточно много офицеров. На следующий день выходит газета, которую редактировал Бурцев с призывом «Граждане спасайте Россию». Почему никто не спасал? Все верили в то, что новое правительство способно вывести страну из кризиса или просто не понимали, не вчитывались в то, что говорили большевики? Я думаю, Арман Субатович, что вы здесь совершенно точно обозначили как раз две причины, почему и не делали. Во-первых, действительно была некая вера в то, что очередная власть способна, как она сама это заявляет в своей замечательной декларации к гражданам России, которую Ленин лично писал, о том, что насущные для страны вопросы, то есть вопросы прекращения войны, вопросы борьбы с голодом, земельный вопрос, вопросы всеобщего демократического мира, вопросы рабочего контроля, вот они были перечислены здесь, они будут обеспечены, они будут исполнены. Потому что теперь эта власть уже новая по форме своего возникновения, то есть она идет от советов, не от манифеста великого князя Михаила Александровича, как, собственно, оперирует к чему временное правительство, да, которое наделяется по этому манифесту полнотой власти, а вот снизу, снизу от советов, от низовой инициативы. Поэтому, да, может быть, у них это получится, с одной стороны, с другой стороны, наверное, вот те силы, которых Керенский очень боялся и которых он считал вот этой пресловутой контрреволюцией справа, они на тот момент недостаточно консолидировались. Ведь смотрите, вот очень интересный эпизод с тем же генералом Алексеевым, замечательным всемирно признанным заговорщиком, там главой всех мыслимых и немыслимых масонских лож и так далее и тому подобное. Ведь он... Но только семью императора не он арестовал, все остальное точно за Алексеева. Почти, да. Так вот, он-то как раз в эти дни пытается создать отряды офицеров и пытается создать какое-то вот некое подобие прорыва, может быть, даже вот этой блокады Зимнего дворца. Приходит в главный штаб, предлагает свои услуги. Генерал для поручения Борисов, который как раз в это время в Зимнем дворце находится, он ему отвечает, что, кстати, тоже показательно, отвечает по телефону, что еще один миф опровергает, что все до единого телефона Зимнего дворца были отключены. Связь там работала. Там просто, во-первых, в телефонной станции не все как бы вот эти коммутаторы были отключены, а во-вторых, потом они частично полевой телефон использовали. Так вот, Алексеев заявляет, что давайте попробуем вот устроить этот прорыв, как бы блокаду из вне, деблокаду такой вот своеобразную, вот этих красногвардейских отрядов. И он это говорит вполне определенно, потому что в его распоряжении уже есть некие вот силы, некоторые такие подразделения, не очень многочисленные, но достаточно хорошо обученных офицеров. Закаленные бойцы, как тогда говорили. Да, да, да. И они-то вот как раз могли бы, наверное, стать вот ядром этих сил. Не формальные там училища, школы прапорщиков там и роты женского батальона, а вот эта низовая контрреволюционная активность, которой не хватило, наверное, в феврале 1917 года, что в вину Хабалову ставили, почему он, например, не стал опираться на тех, кто добровольно мог бы, я не знаю, там, защищать старый режим, а стал вот этот гарнизон использовать. Да, одну часть гарнизона против другой. А здесь-то вот как раз и получается то, что низовая инициатива, вот даже своего рода такой некий символ гражданской войны получается. Белое движение идет не по призыву Керенского, не потому что вот они идут защищать именно Временное правительство, а они используют оставшуюся, очень слабенькую, правда, фикцию, на тот момент по-другому не назовешь, власти, фикцию власти в виде Временного правительства, чтобы, да, оказать ей поддержку, но чтобы потом действительно добиться, чтобы это Временное правительство, даже там с оставшимся Керенским, все-таки провело более твердую политику, более жесткую политику, более национально ориентированную. Вот им это нужно. Алексеев, в общем-то, на это надеется. Что он получает в ответ от Борисова и от, там, Коновалова, которые в этот момент осуществляет заместитель Керенского власть? Получает ответ, что ничего не нужно, Керенский придет с войсками и нас спасет. И если вы лично сами придете, мог, наверное, там Алексеев каким-то образом еще проникнуть в Зимний дворец, вот, то от одного генерала лишнего наша оборона не усилится. Вот такой вот отказ он получает. Потом уже тот же самый Алексеев начинает формирование новых совершенно сил, новых частей воинских, добровольческой армии, соответственно. Это то, что будет в Новочеркасске в ноябре уже 17-го. Частично это началось уже в Петрограде, потому что совершенно определенно можно на сегодняшний день сказать, что идея зарождения новой армии, конечно, не против большевиков только лишь, а еще и против немцев. Идея армии добровольческой, идея армии такой вот идейно убежденной, что, собственно, составит потом основу Белого движения, она зародилась еще при существующем Временном правительстве. И когда говорится о второй Корниловщине, надо, наверное, ее понимать не так, что это опять попытка свергнуть Временное правительство, а попытка дать ему некую подпорку. Та подпорка, которая оказалась раздробленной, расколотой, разбитой в августе. Может быть, она еще сформируется в октябре. Но слабая. И вот эти попытки офицерских отрядов, они действовали по воспоминаниям там участников, пытались каким-то образом взять ситуацию под контроль в Петрограде, оказались это их деятельность слишком недостаточной, явно недостаточной для того, чтобы противодействовать вот тому, что свершилось. Ну а призывы Городской Думы, которая становится, наверное, последним таким легальным центром в Петрограде, призывы Городской Думы, они, в общем, наносили определенный урон авторитету большевиков. Потому что, конечно, можно было сказать, что вот смотрите, а городское самоуправление, в котором социалисты находятся, они вас не поддерживают. Вот меньшевики СССР, они со второго съезда Советов ушли. Как же вот вы говорите, что вы выражаете интересы социалистического лагеря. Но вот такие тонкости, может быть, для большинства населения были просто непонятны. Главное, на что, собственно, Ленин нацелил свой удар политический и пропагандистский, это декреты. Декрет о мире, декрет о земле, декрет о создании советского правительства. Вот они вроде бы лучше всего говорят, чем всякие там споры о легальности, легитимности, правовом характере там действий и так далее. Василий Жанович, ну, общеизвестно, что один из лидеров русской революции, Лев Давыдович Троцкий, свою работу назвал «Октябрьский переворот». И, в общем, в то время, с 17-го и по 27-й год, да вряд ли кто-то спорил о том, что это действительно был переворот. Но никто этого не отрицал, даже среди большевиков. Почему вдруг потом слово «переворот» ушло навсегда, и это все стало называться «Великая Октябрьская социалистическая революция». Я думаю, что здесь, наверное, скорее было стремление показать, что не должно быть вот какого-то резкого разрыва и перехода от одного общественного строя к другому. Для большинства населения, наверное, да? Что, в общем-то, продолжается вот та демократизация, тот путь, как бы, на который страна вступила в феврале 17-го года, все это продолжается, потому что само по себе определение переворота, оно и тогда, и сейчас, оно, в общем, почти не менялось. Переворот — это не то, что ломает сложившуюся систему, а то, что каким-то образом сложившуюся систему корректирует. И уместно, может быть, было об этом говорить примитивно к тому же учительному собранию. Ведь и большевики, и Ленин в первые же дни после прихода к власти, да и до еще прихода к власти, они заявляли о том, что учительное собрание они созовут. Оно будет, наоборот, даже вот Керенский, как раз он медлит с учительным собранием, он все тормозит, он не хочет его созыва. А Ленин как раз ускорит этот процесс. Вроде бы как вот эта преемственность сохраняется. Но очень быстро просто курс, провозглашенный Лениным, он входит уже в противоречие со сложившейся правовой системой. Ну, например, отмена частной собственности на землю. И вообще декларация, которая содержит декрет о земле. Это ставит крест на всех гражданских правоотношениях, которые регламентировались еще с вводом законов Российской империи. Конечно, все это надо ломать. Конечно, все это надо менять. Временное правительство на это не решалось. Ленин уже решается. И вот тут постепенно, вот от формального, может быть, понимания событий как переворота, Россия все больше и больше углубляется в революцию. То есть в радикальную, кардинальную, бесповоротную смену одного общественного строя другим. То, что приведет к дальнейшему гражданской войне. Безусловно. И эскалация гражданской войны усиливается. Она не зарождается сразу после штурма Зимнего дворца. Это тоже надо себе четко совершенно представлять, что не штурм Зимнего дворца вызвал гражданскую войну. Но последующие действия, последующие как бы события, в том числе и декреты, в том числе и разгон учредительного собрания, в том числе и Брестский мир. Вот все это этапы, которые усиливали гражданское противостояние. Василий Жунович, возможно, последний вопрос, который успею сегодня задать. Вот всякий раз, когда у нас в обществе начинают говорить про октябрь 2017 года, мы все время пытаемся найти ответ на ключевой вопрос. Кто виноват в том, что все именно так получилось? И варианты ответа звучат следующие. Значит, виноваты сильные большевики, виновата полная никчемность Керенского сотоварища, виновата неполитизированное офицерство в полном составе, виновата и, естественно, вся русская интеллигенция, которая воспитана на непротивлении и злу насилием. Виноват, в общем, кто угодно. Кто вот тот самый единственный и неповторимый виноватый, что все пошло именно так? Или это действительно совокупность факторов для всего социума характерная? Безусловно, вот второе. Это действительно сложившаяся ситуация, это предпосылки, которые вызревали очень долго. Ну, наверное, корень событий 1917 года следует усматривать даже до Первой мировой войны, безусловно. Потому что я не погрешу, наверное, против истины, если скажу, что 1917 год это следствие демократизации общества, к которому Россия подходила с отмены крепостного права после 1905 года, в период думской монархии. То есть это линия, которая, в общем-то, была достаточно четко выражена, это дальнейшее развитие сотрудничества, власти и общества. И для этого совершенно не нужно было отказываться от монархической формы, например. Потому что монархическая форма правления, она вполне могла бы вписываться в систему каких-то демократических институтов. Но, судя по воспоминаниям-то, не сильно-то все и хотели ломать-то в феврале именно монархическую форму-то. И отречение-то принимали Бучков и Шульгин, в общем, монархисты. Потолок либеральных мечтаний на тот момент это ответственное министерство. Все, вот выше уже, ну, другой царь. Да, при ответственном министерстве будет другой царь. Все, выше уже нельзя. Вот та грань, которая была переедена в феврале, и, как Ленин говорил за тем, что вот эти либералы, они плетутся в хвосте революционных событий. Вот это правильно совершенно. Они уже начали плететь в хвосте. А в передовой, в голове пошли большевики. Но все равно процессы демократизации-то ведь они продолжались. Армия уже стала другой. Самоуправление другое. Появляется необходимость в создании структур власти, которые были бы выборными, которые бы могли постоянно взаимодействовать с населением. Для одних это земство, для других это советы. Земельный вопрос нужно было решать? Да, нужно было решать, может быть, не путем черного передела, но путем хотя бы того, что вот земельная рента, например, должна ограничиваться. Что, допустим, нужно расширять представительство рабочих в управлении и производстве. А не действовать по принципу, там, вы дураки, я вас нанял, там, заплатил и все, идите отсюда. Но вот формы вот этой демократизации, они, конечно, оказались чересчур радикальными. То есть прошла именно революция, а не эволюция. И это, наверное, два главных фактора, которые ускорили процессы. И здесь тоже, в общем, не нужно, наверное, открывать никаких Америк. Достаточно вспомнить просто сами высказывания вот тогдашних наших деятелей политических. Это война, которую нужно было довести до конца и тогда уже проводить демократические реформы, но она не была доведена до конца, до победного. И второе, это, конечно, экономический кризис, который тоже показал, что выдержать вот такое напряжение сил наша экономика тогдашняя все-таки еще не могла. И вот вся эта совокупность причин, главный из которых, конечно, война и экономические проблемы, экономический кризис, они стимулируют вот эти радикальные формы, стимулируют радикальность. Конечно, можно еще и психологическую, может быть, такую причину выделить, как обесценение человеческой жизни, презрение к власти вообще. И здесь совершенно правомерное утверждение многих монархистов о том, что после отречения Николая II и непринятия престола Михаилом исчезает стержень, исчезает символ власти. А раз преемниками этого сакрального, может быть, во многом символа власти становятся обыкновенные политики, то что изменится от того, что одних политиков сменят другие? Ну, что изменится от того, что Керенского сменит другой, там, Ленин, да? Для, может быть, очень многих людей это хрен резки не слаще, простите за выражение, да, по тогдашнему представлению. То есть, вот, опять же, необходимо помнить, что события 1917 года не навязаны извне какой-то переворот, а действительно результат политической эволюции России, но именно результат радикальный, результат революционный, а не эволюционный. Ну, просто очень модно утверждать о том, что революцию нам принесли откуда-то. Иногда даже говорят, что спустили из космоса. К сожалению, это не так. Если бы, наверное, спустили из космоса, было бы, наверное, легче с этим смириться. Василий Жанн, спасибо огромное, что нашли время сегодня, пришли к нам, ответили на наш вопрос. Спасибо. Напоминаю, что в гостях у теории заблуждений сегодня был доктор исторических наук Василий Цветков. Беседовали мы про штурм Зимнего Дворца. Я, Армин Гаспарян, прощаюсь с вами до следующей недели. Всего вам доброго и помните, грядущему всегда предшествуют его тени. Теория заблуждений Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова